Приветствую, друзья! Эта картина уже бессмертная. Она бесценна. Это я узнал потому, что мне друг в коллективном разуме написал, что эту картину должны видеть все люди. И много-много я разослал эту картину, фотографию, там, где ещё воротничок был такой жёсткий. А тут по их отзывам я его улучшил. Я ручки, вот эти молитвенные медитации немножко прорисовал, а мы сейчас в коллективном разуме, в этом формате, поэтому давайте советы, пожалуйста, и рекомендации. Может быть, ручки сделать желтее, под золото, или оставить так. Давайте советы. И одновременно посмотрите, как на моей майке мой велосипедист с вращающимися колёсами, сансары. Никогда не слушайте, друзья, никаких авторитетов. Об этом говорил Альтшуллер великий, который создал школу для развития изобретательского мышления. Будда то же самое говорил, если в вами, между вами и истиной встану я, убей меня. Будда же вообще-то не религия, это философия, но её сделали религией, потому что много людей за неё хватились, это была точка опоры в своё время, в свою эпоху. Ну, бог с ним. Хаббарда тоже сделали религией. Ну, Хаббард тоже сам говорил, что если хотите зарабатывать деньги, сделайте религию. Потому что там в Америке в то время, не знаю, как сейчас, если ты религиозной какой-то конфессией, то налоги платить не надо. И поэтому расширялось, и он учил бизнесу, хотя он был величайший человек, величайший психолог и философ, который написал такую строчку. Каждый человек по своей природе хороший. Я тоже так считаю. Поэтому наша школа «Человек будущего» Homo Futurus разрастается независимо от того, что у нас нет менеджера, который бы проводил политику рекламы, и нам бы платили за школу. Нету, я содержу канал в чистом виде, чтобы не мусорить его всякой ерундой. Но если вы хотите, мы его будем расширять и с помощью менеджеров, я не знаю, как это называется, с большим уважением, но просто не знаю, как называется, как это делается. Если у вас есть советы, пожалуйста, советуйте. Что я хочу сказать вам главное? Меня выбросило из сна звонком телефонного разговора. Мне позвонил человек с паническими атаками и говорю, я знаю, что вы должны отдохнуть, но в это время у меня такая дикая атака, что я не могу сдержаться. И он меня из сна выкинул. Я продолжение сна своего увидел уже в состоянии выпинутости из сна. И там, оказывается, я продолжал вот этот внутренний диалог. Вот прислушайтесь, друзья, внутренний диалог продолжается во сне в этой реактивной памяти, в этой временной памяти, потому что потом бы я и забыл, о чём я там смотрел, но в этот момент я увидел, что я там продолжаю дискутировать, но на другом энергетическом статусе, на другом менее затратном энергетическом уровне, где меня нету. Нет моих страхов, комплексов, стереотипов, ну вот этих шаблонов мышления, нет ничего, нет моего я, нет моего эго. Вот оно в чём дело. То есть сон для нас служит тем способом, которым природа нас наградила, чтобы мы дорабатывали свои мысли, приходили к истине и просыпались потом более свободными, более понимающими, более знающими, более сочувствующими, более эмпатичными, более любящими человеками. Человек, вот для чего сон нужен. Поэтому, как говорил Будда, если между истиной и тобой встану я, то есть авторитет, убей меня. То есть вот я сейчас смотрю, там некий профессор диктует, как нужно и сколько спать. Да не слушайте вы никого, глупости всякие. Ведь каждый судит по себе. Он может быть человек, сова, который ложится поздно, и ему хорошо. А он может быть не сова, а жаворонок, и встает рано, и начинает всем вот это втыхивать в голову. Чем меньше вы спите, тем лучше для вас. И вот люди смотрят, что он академик, профессор, что ему столько-то лет, у него там миллион монографий, и давай коротить себе сон. Вам подскажет, сколько вам спать. Только, только, ваше чувство, когда вы просыпаетесь полноценнее, свободнее, когда вы, когда бреетесь, не режетесь. Потому что не судите по словам, а судите по делам, по своим собственным, например. Я выспался и нарисовал картинь за один вечер. А не мог выспаться, и все время ошибки делал, все время брился и резался, все время говорил, да не совсем то. Говорит то, это то, что ты думаешь, без страха, комплексов, стереотипов, шаблонов, чтобы больше людей привлекалось. Как продлить молодость? Я вам скажу, сколько спать. Надо спать столько, сколько вам хочется. Поэтому не диктуйте старикам, сколько спать, мало или много. Поэтому старики сами часто засыпают, даже в процессе беседы, потому что они там окунаются в память молодости, черпают там силы, продлевают свое долголетие. Дорогие мои, поэтому те долго живут. Но не цепляйтесь сейчас к моим словам. Но по моему мнению личному, те молодые дольше, которые живут так, как его организму нужно, как ему самому нужно, потому что мы все индивидуальны, не надо диктовать друг другу свой опыт или где-то услышанный опыт транслировать другим, как свой. Дуракам не подчиняйтесь. К сожалению, те, кто умеют торговать, у них своя ниша. Они умеют, например, продать эту картину за миллионы долларов. А человек, который в этом не разбирается, конечно, не может это сделать, а я ее и не отдам, потому что она не стоит миллионов долларов, просто потому, что эта картина, которую я условно называю красавица, и бесконечность, медитация. я ее условно называю бессценной, поэтому и не продам. Итак, друзья, вперед. Один олигарх, мой друг, с которым я потом поссорился именно из-за этого, интересная вещь. Он мне говорит, ты такой мощный, слушай, я тебя продвину в люди, я тебе там сделаю то, сделаю это, сделаю это, только я буду капот в сапогах идти впереди, и ты меня слушайся, как делать, я говорю, а что надо делать? Ну, не говори никому, что ты мощный врач, ты мощный психолог, ну, не говори никому, что ты еще и рисуешь. Я говорю, это почему? Он говорит, ну, люди не поймут тебя, что ты разбрасываешься, подумаешь, что ты несерьезный. А потом я выяснил, что он просто в живописи не разбирается. Итак, друзья, до встречи, играйте в игру, которая омолаживает, она скоро будет в вебинаре, вы окунете свое детство, восстановите свое начало, будете молодыми, долго. До встречи.